МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. Чей мусор? Переход на новую систему обращения с ТКО обсудили за круглым столом. Хорошо в деревне. Не только летом в Чувашии приняли новую государственную программу развития сельских территорий. Внимание! Марш! Школьники и студенты сдали ГТО. Объем экспорта агропромышленной продукции к 2024 году должен увеличиться почти в два раза. Это прогнозируемые итоги реализации новой государственной программы. Ее сегодня утвердили на заседании Кабинета министров. На повестке дня 25 вопросов. Одним из первых министры рассмотрели новую государственную программу. Ее название – развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики. Приоритеты – экологическая безопасность агропродукции, развитие животноводства и растениеводства, повышение доходов сельхозтоваропроизводителей. В отдельное и основное направление программы выделен региональный проект «Экспорт продукции АПК». Программа рассчитана до 2035 года. Объем производства продукции сельского хозяйства на душу населения увеличится к 2025 году в 3,5 раза. Индекс производительности труда – 134% к 2024 году, в 2,3 раза к 2025 году. И объем экспорта продукции агропромышленного комплекса должен увеличиться к 2024 году в 1,9 раза. Темп просто среднемесячной номинальной зарплаты в сельском хозяйстве к 2024 году планируется с ростом на почти 17%, к 2025 году в 1,7 раза. Повышать уровень зарплаты, потому что на уровне 65-70% среднереспубликанских показателей – это, конечно, для молодежи не совсем такая благоприятная мотивация. По итогам 9 месяцев этого года средняя зарплата работников сельского хозяйства выросла на 7%. Сумма – 18 200 рублей, или 69% от средней по региону. Однако есть отрасли АПК, где цифры приближены или выше среднереспубликанских показателей. «В производстве пищевых продуктов уже сегодня доля составляет 89%, приближаемся, а в производстве напитков – 112%, то есть выше, чем в среднем по экономике. Будем выравнивать цифры». Минимальный взнос за капремонт в Чувашии решили оставить на уровне этого года. То есть в 2019-м минимальный платеж останется прежним – 6 рублей 30 копеек за квадратный метр. «За 9 месяцев текущего года у нас собрано 676 миллионов рублей, это порядка 100%. Годовой сбор будет составлять порядка 970 миллионов рублей у нас». Михаил Игнатьев акцентировал – средства, собранные с населения, должны использоваться эффективно, а подрядчики – выполнять взятые обязательства. Сегодня же глава Чувашии своим указом освободил от занимаемой должности министра образования и молодежной политики Александра Иванова и за многолетнюю добросовестную работу и вклад в развитие Чувашии наградил орденом за заслуги перед Чувашской республикой. Ирина Волкова, Бахтияр Вилиев, Республика. Чувашия выполняет в срок все требования Волжской природоохранной прокуратуры. Такую оценку работе региональных властей дал руководитель ведомства. Сегодня Вениамин Телефанов встретился с главой республики Михаилом Игнатьевым. «По отзывам наших жителей и по оценке депутатов Госдумы, которые приехали по вопросам природоохранного законодательства, по вопросам норм экологической безопасности, у нас пошагово, поэтапно, идя в гору, получается. И доверие людей к органам власти от этих показателей, ключевых показателей улучшается. Что в конечном счете, я абсолютно уверен в этом, повлияет на увеличение продолжительности жизни». Рекультивация Пехтулинской свалки, введенные в строй полигон ТБО и станция по обработке осадков, модернизация очистных сооружений в Новочебоксарске. Природоохранный прокурор отмечает, что проекты, реализованные в регионе, необходимо тиражировать. «Постояние закона сферы экологии и проводопользования в республике не вызывает у прокуроров природоохранных беспокойства. Большое снижение и сбросов неочищенных источников, это выбросы в атмосферу, там, если был позапрошлый год связанный с ремонтом линейных путей газопроводных, да, то сегодня ситуация стабилизировалась». Еще одной важной задачей Вениамин Селефанов называет ликвидацию горельников. «При Сурском заповеднике ликвидация горельников, которые с 2010 года 8 лет, 8 лет наводили порядок и вроде бы, значит, навели порядок. Но, по крайней мере, мы не выявили нарушения при проверке». В ближайшие годы будет решена и другая экологическая проблема. Чтобы избавиться от источника неприятного запаха в столице региона, в агрохолдинге «Юрма» построят новый комплекс по переработке отходов. «Но мы, говорю, на сегодняшний день не самоустраняемся. Мы хотим реализовать хороший проект и переработка птичьевого мёдра. Разве навсегда мы должны разрешить на этой фабрике?» Очередной визит в республику для Вениамина Селефанова – повод обсудить задачи в сфере охраны природы. Обеспечить правопорядок может помочь. Только эффективное взаимодействие отмечают в прокуратуре Чуваши. «Стараемся общими усилиями поддерживать соответствующее состояние правопорядка в республике, состояние законности и с участием этой природоохранной прокуратуры, тоже по линии экологии много заниматься приходится. Наводим порядок, конечно, не всё пока ещё сделано. Но, тем не менее, возможности все есть». Только с начала этого года региональной прокуратурой было просечено сотни нарушений в области охраны природы. В суды направили порядка ста исков. «Расследуется по нашим совместным материалам с природоохранной прокуратурой 13 уголовных дел следственными органами. К этому процессу всегда должны быть подключены, подключаются органы власти и управления республики. И мы непосредственно общими усилиями тоже стараемся сделать жизнь комфортнее на территории всей Чуваши». За последние годы отмечают в природоохранной прокуратуре жители стали экологически грамотнее. Закон в республике нарушают всё реже. Дмитрий Ковалёв, Елизавета Зайцева и Бахтияр Велиев. Республика. Чей всё-таки мусор? На этот вопрос за круглым столом пытались найти ответ чебоксарские депутаты, представители управляющих компаний и регионального оператора по обращению с твёрдыми бытовыми отходами. Дело в том, что после перехода на новую систему с 1 октября с вывозом мусора в столице Чувашии начались проблемы. Ольга Пырочкина подробнее. А куда же мусор девать? Давай сюда. Вот ты! Прямо, дяденьки, на шляпу. В России стартовала реформа, которая призвана навести в стране порядок. Коротко её называют мусорная. До 1 января все регионы должны перейти на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Её суть такова. За сбор, перевозку и утилизацию мусора должен отвечать единый региональный оператор. В Чувашии по конкурсу таковым стала компания «Экоцентр». К своим обязанностям она приступила, не дожидаясь нового года, с 1 октября. С этого же числа население будет платить по новой схеме. Сумма теперь рассчитывается исходя не из количества квадратных метров в квартире, а с каждого прописанного человека. Получается 74 рубля 44 копейки на одного человека в месяц. Данная сумма сформировалась следующим образом. Для регионального оператора утвердили единый тариф – 442 рубля 22 копейки с кубического метра. А для населения ввели норму производства мусора – 2,02 кубического метра в год на человека. Умножаем тариф на норму накопления и делим на 12 месяцев. Если говорить об изменении, или как повлиял на общий платеж граждан внедрение новой коммунальной услуги, то следует отметить, что если были большие квартиры, и проживало небольшое количество человек, то у них увеличения, конечно, не будет. Но в маленьких квартирах, если были прописаны много человек, то там, конечно, у них будет рост платы. Тем не менее, от этого мы никуда не уйдем. Значит, все-таки, наверное, мы считаем, что мусор образуют люди, а не размеры квартир. Сколько платить населению уже решено. А вот чей в итоге мусор – не до конца. Дело в том, что он, оказывается, бывает разным. К примеру, строительным или крупногабаритным. С вывозом такого возникли проблемы. Мы несколько не успели подготовиться к вывозу крупногабаритных отходов. С перевозчиками эта тема обсуждалась. Чтобы транспортировать отходы с мест сбора до мест утилизации, рекоператор заключил договоры с перевозчиками. Однако новым обязанностям в виде крупногабаритного мусора, сокращенно КГМ, последние не обрадовались. Вопросы должны были урегулировать в течение недели. Однако вот свежие съемки, которые сегодня днем нам прислали жители северо-западного района. Впрочем, от старых диванов и унитазов региональный оператор хотя бы не отказывается. А вот кто будет вывозить спиленные ветки и другой мусор растительного происхождения, неизвестно. Если процитировать Евгения Майрина, растительный мусор и порубочные материалы к твердым бытовым отходам не относятся. И зря муниципалитеты думают, что эту головную боль они с себя скинут. Иными словами, вопросов еще много. Впрочем, до 1 января в республике переходный период. Ольга Пырочкина, Юрий Марков, Республика. В Чебоксарах две женщины предстанут перед судом за нападение на полицейских. Следственными органами Следственного комитета по Чувашской республике завершено расследование уголовного дела в отношении двух жительниц города Чебоксары в возрасте 26 и 30 лет. Они обвиняются в применении насилия в отношении представителей власти по одному и двум эпизодам, соответственно. По версии следствия, вечером 16 августа текущего года сотрудники органов внутренних дел прибыли к жилому дому по улице 50 лет Октября в городе Чебоксары по сообщению о том, что во дворе компания из нескольких человек, в которую входили и эти женщины, развивает спиртные напитки, шумит и нарушает общественный порядок. Обвиняемые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, недовольные правомерными действиями полицейских по пресечении нарушений общественного порядка, нанесли одному из патрульных несколько ударов по голове. Когда они были припровождены в служебный автомобиль, уже там злоумышленницы расторапали тому же полицейскому лицо и шею, а 30-летняя женщина, кроме того, укусила его за ногу. По деле полиции она же нанесла побои еще одному сотруднику органов внутренних дел. Следователям собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Калининский районный суд столицы республики для рассмотрения по существу. В случае, если вина обвиняемых будет доказана, им грозит до пяти лет лишения свободы. Наезды на пешеходов – один из самых частых видов ДТП. Такую статистику приводят в управление ГИБДД Почебоксара. Инспекторы регулярно проводят профилактические рейды, и в одном из них побывала и наша съемочная группа. Сегодняшнее утро. Улица Гагарина. Девушка переходит дорогу по пешеходному переходу, и ее сбивает троллейбус. К сожалению, в последнее время такие наезды повторяются испугающей чистотой. Особая озабоченность у нас вызывает ДТП с участием пешеходов. По итогам 9 месяцев 2018 года на территории города Чебоксара зарегистрировано 135 наездов на пешеходах, в которых у нас 12 человек погибло, и 128 получили телесные повреждения различной степени тяжести. Президентский бульвар, улица Гагарина, проспект Мира. Здесь сконцентрированы самые опасные участки движения. Чтобы снизить количество аварий, сотрудники ГИБДД проводят профилактические акции. На этот раз такую. Уважаемые водители, отдел ГИБДД по городу Чебоксара напоминает, что пешеходный переход – место повышенной опасности. Автобус с громкоговорителями на крыше еще раз напоминает всем участникам дорожного движения, как важно соблюдать правила. Посмотрю сначала, куда? Налево. А потом? Потом перейду половинку, посмотрю направо. Если нет транспорта, значит пойду. Надо, чтобы у тебя увидел водитель. Я вижу, что он остановился, тогда иду. Но так поступают не все пешеходы. Торопились очень сильно. Ну а вообще видели, что красный горит? Да, увидел. Но слишком было уже поздно. Ну, поймите правильно, отсутствие машин, это не говорит о том, что вы имеете право переходить прямо сейчас на красный наследофор. Автобус колесит по Чебоксарским улицам вторую неделю. Рейд выходит ближе к сумеркам и часу пик. Именно это время считается наиболее опасным. Следующая остановка – улица Ленинского Комсомола. Здесь часто происходят аварии с участием пешеходов. Одна из последних случилась в начале октября. Еще одна чуть не произошла на глазах нашей съемочной группы. Не до смеха было бы случись с ДТП. Сотрудники ГИБДД еще раз напомнили пешеходам правила дорожного движения. Провели профилактическую беседу и показали видеоролик. Пешеходы должны быть в первую очередь сами очень внимательны и соблюдать правила дорожного движения. И при переходе правой части не надеяться, что именно водитель в любое время остановится. Знай, помни, соблюдай. Три простых правила, которые могут спасти жизнь человека. Татьяна Леонтьева, Павел Редков, Республика. В 2019 году еще одной площадкой празднования Дня Республики наряду с Чебоксарами станет Аллатрский район. Указ об этом подписал сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев. На проведение праздника и развитие общественной инфраструктуры муниципалитету выделяется грант главы республики. К другим темам «Здоровье и дети» под таким названием прошел третий ежегодный молодежный форум города Чебоксары. Чем опасны психотропные вещества? За что могут привлечь к уголовной ответственности? Как избежать заражения ВИЧ? На эти и другие вопросы всем участникам ответили на форуме. О психотропных веществах я знаю не так много, но я знаю, что они очень сильно вредят здоровью человека, физическому и психологическому. С каждым годом количество участников все увеличивается. По сравнению с первым форумом их число выросло в пять раз. Это говорит о том, что подрастающее поколение начинает задумываться о своем здоровье. Такие формы нужны для того, чтобы понять, хорошо это или плохо, и что не надо, стоит, не стоит делать. И чтобы понять, что это довольно плохо влияет на будущее и на нашу жизнь. Гигиена, профилактика ВИЧ-инфекции, ранняя беременность. Эти дискуссионные площадки традиционно присутствуют на форуме. В этом году к ним добавились еще две. Сам себе психолог и мир безвредных привычек. Эти направления выбираются с учетом статистики, которая у нас на сегодняшний день в городе Чепоксары существует. У нас специалисты здравоохранения, они ведут свой учет. И исходя из этого учета у нас формируются разные площадки. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня Чувашия чтит память первого чувашского олимпийца Арделеона Игнатьева. В далеком 1956 году он стал бронзовым призером 16-х Олимпийских игр. Уникальный спринтер из Чувашии так называли его в газетах и журналах страны и мира. Коллеги по спортивному цеху отмечали технику бега и бойцовский характер мастера. Бронзовую медаль Арделеон Игнатьев завоевал на Олимпийских играх в Мельбурне. За свою спортивную карьеру он неоднократно становился чемпионом СССР на разных дистанциях. У спортсмена немало правительственных наград. Легенда советского спорта Арделеон Игнатьев ушел из жизни 14 лет назад, 24 октября 1998 года. Всего месяц не дожив до своего 68-летия. В его честь назван Центр спортивной подготовки Минспорта Чувашии. Готовность к труду и обороне сегодня показали чебоксарские школьники и студенты. Свою физическую форму они продемонстрировали на стадионе «Спартак», где сдавали нормы ГТО. Сергей Шурин один из тех, кто показал сегодня высокие результаты на всех беговых дистанциях. Но особенно семиклассник отличился в забеге на 2 километра. Он честно признался, к сдаче норм готовился основательно. На беговые дорожки стадиона «Спартак» вышли не только школьники, но и студенты. Леда Быркина мечтает о значке ГТО, ведь это поможет ей в будущем устроиться на работу правоохранительные органы. Я уже сдала метание, конечно, только на бронзу сдала. Сдала 60 метров на серебро, а вот бег 2 километра на золото. Не ожидала, что я сдам на золото. Не думала, что я так быстро смогу пробежать. Потому что я на время не бегала раньше. Нужно сдать гибкость, прыжки в длину, пресс, отжимания. В свои силы попробовала и хоккейная команда ЧГУ. Молодые люди с легкостью преодолели все дистанции и ушли готовиться к новым испытаниям. Любой желающий может прийти. Вначале необходимо зарегистрироваться, подать нам заявку. И дальше мы уже на месте можем подсказать, какие нормативы, что необходимо сдать и на какой знак. Бывает, что с первого раза не может сдать какой-то норматив. Через 2-3 недели человек может прийти и пересдать. Приказ о присвоении золотых значков ГТО подписывает лично министр спорта России. А вручают их всегда в торжественной обстановке. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика. Программа нашего канала «Экономика в деталях» вновь в числе лучших. Авторы телевизионного цикла завоевали второе место в одной из номинаций во всероссийском конкурсе «Финансовая грамотность населения». Члены жюри рассмотрели свыше 300 заявок. Больше всего работ поступило от журналистов Приволжского федерального округа. Телепроект национального телевидения «Чувашия» стал призером в номинации «Авторские программы». Организаторы всероссийского конкурса оценивали, как журналисты раскрывают финансово-экономическую тематику зрителя. Авторская группа проекта «Экономика в деталях» – корреспондент Дмитрий Ковалев. Операторы Андрей Шоклев, Игорь Зверев, режиссер Алена Лизунова. Герои программы – руководители малых предприятий республики и представители финансовых ведомств, которые оказывают поддержку бизнесменам. Церемония награждения победителей конкурса намечена на конец ноября. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова